Упражнения, которые я вам сегодня покажу, придуманы не мной. Это упражнения из реабилитационной клиники мистера Брайса. Всемирно известная реабилитационная клиника, куда съезжаются спортсмены со всех видов спорта, со всех штатов и не только. Вы могли видеть в роликах Рони Коллемана, как он лечится, получает лечебный восстановительный массаж в этой клинике. И многие другие спортсмены у себя в Инстаграм и в Ютюб выкладывают ролики с клиники. Стоит это недешево. Записаться, чтобы попасть в данную клинику, даже просто на прием, нужно минимум за три недели. Но для вас сегодня все упражнения бесплатны. Делайте их обязательно. Минимум раз в сутки. Если хотите, просто ради профилактики, чтобы ваш позвоночник был здоровым. Если у вас есть проблемы, выполняйте их минимум три раза, чтобы был лечебный эффект. Три раза в сутки. Каждое из упражнений делайте в 10-15 повторениях, чтобы был какой-то хороший эффект. Физкульт-привет, друзья и ученики. Вы все уже прекрасно знаете, что у меня, так же, как и у многих из вас, проблемы с межпозвоночными грыжами практически во всех отделах позвоночника, в поясничном, грудном, шейном, также есть несколько протрузий. Все вы знаете уже мои видео и статьи о том, как преодолеть проблемы с межпозвоночными грыжами именно поясничного отдела. Я уже создал столько видео и статей и получил от вас столько положительных откликов, отзывов, комментариев в личку и на сайте, и на канале, что это для меня самое главное, и это самый большой стимул для того, чтобы продолжать делать для вас видео. Полезные, как когда-то были для меня. Очень важны такие материалы, но я нигде, к сожалению, не мог их найти. Очень много чуши, запретов, чего нельзя делать. Но на самом деле, кто не видел эти ролики, не читал статьи, ознакомьтесь, вы увидите, как долго, почти на протяжении трех лет, доктора мучили меня своим лечением, мне становилось только хуже. Пока сам я за себя не взялся. И в течение года, полтора, я практически полностью избавился от проблем в поясничном отделе позвоночника. Снова тяну и приседаю за 200 килограмм, не на раз. Вы это все видите в моих видеороликах, на ютюбе, в инстаграм. И сегодня я с вами поделюсь упражнениями, которые помогут вам избавиться от проблем, либо избежать их для грудного отдела позвоночника, и также будут полезны для шейного отдела. Напомню, что для шейного отдела у меня также есть отдельное видео, какие упражнения необходимо делать для профилактики и избавления от проблем в шейном отделе. Ваши отзывы для меня самое важное. Мне не важно, можете не подписываться на канал, не ставить лайки. Друзья, самое приятное и стимулирующее для того, чтобы продолжать делать для вас свои ролики, это ваши положительные отзывы, ваши результаты. А уже более чем 500 человек написало мне о том, что благодаря моим видео и статьям они снова вернулись к здоровой жизнедеятельности, многие вернулись к тренировкам, хотя большинство докторов поставило крест на их спортивной карьере, можно так сказать. Я знаю людей, которые вернулись в соревновательный. Пауэрлифтинг даже после того, как сели в инвалидную коляску. Со всем этим я делюсь с вами. И сегодня давайте перейдем уже непосредственно к упражнениям для грудного и шейного отдела позвоночника. Все данные упражнения можно делать, конечно же, и в кроссовере. Но я рекомендую все-таки воспользоваться резинками. Резина более подойдет для наших целей, так как на старте она дает меньше нагрузки и постепенно увеличивает ее. Кроссовер же держит нагрузку постоянно. Вот первое упражнение, которое вы должны делать, держась двумя руками и отходить влево, потом возвращаться вправо, смотря каким плечом вы стоите. Три-пять шагов, насколько будет вам позволять резина. Следующее упражнение. То же самое делаем только одной рукой. Сначала дальний к месту крепления резины, затем ближний. Очень важно следить за тем, чтобы ваши плечи оставались ровными. Не спешите, не старайтесь так же, чтобы вам нагрузка была не по силам. Здесь на самом деле не важна нагрузка, важно медленное исполнение движений. Следующее упражнение, как вы видите, мы разворачиваемся в корпусе, но пятки при этом должны не отрываться от земли. Также медленно, обратите внимание, как работает шея. Можно сделать сначала упражнение без поворота шеи, следя взглядом за кулаком, и постепенно добавлять повороты и в шейном отделе. Не важно, есть ли у вас проблемы в шейном отделе, делайте, это будет хорошей профилактикой. Не забывайте всегда, что профилактика легче и лучше, чем любое лечение. То же самое делаем и в другую сторону. Обратите внимание, что для каждой стороны мы используем обе руки и делаем повороты, развороты, как внутренние, так и внешние вращения. То же самое аккуратно работаем в шейном отделе. Не забывайте, что сначала нужно делать движения без поворота в шейном отделе, и только потом, когда вы уже прочувствуете движения, делать эти упражнения с разворотом шеи. Следующее упражнение тоже выполняется двумя руками в обе стороны. Не забывайте следить за дыханием, и все упражнения выполняются плавно, без каких-либо рывков. Усилие должно быть доступно вам. Вы должны его ощущать, но оно не должно быть чрезмерным, чтобы не навредить вам. Обязательно чувствуйте это и не старайтесь превысить свои возможности. Не забывайте, что мы с вами все-таки сейчас на ЛФК, можно сказать, лечебно-физическая культура. И если у вас есть проблемы в грудном отделе, эти упражнения вам помогут. Обязательно, после того, как вы выполните этот комплекс небольших упражнений, нужно выполнить комплекс легкой растяжки. Выполняется он очень просто, в дверном косяке. И обратите внимание, что вы не тянетесь, наклоняясь вперед, а именно вышагиваете. Но тоже чувствуйте, подконтрольно должно быть каждое ваше движение. Никаких рывков, никаких резких движений и чрезмерных, перерастягивающих резких движений. Это все очень и очень важно. Это наше с вами здоровье. После того, как растянете две руки, нужно потянуть одну руку, используя также косяк. Следите, что мы также вышагиваем, и не нужно стараться перерастянуть. Просто чуть-чуть подавайте плечо вперед. Будет вам счастье и здоровье. Все эти упражнения нужно выполнять минимум раз в сутки для профилактики. Если у вас проблемы, то выполняйте три раза. В следующий раз мы с вами поговорим о перекосе таза. Друзья, помните, что самое важное – это постоянство и регулярность. Если вы хотите действительно избавиться от проблем, которые у вас уже есть, либо не хотите, чтобы ваши проблемы появились у вас, заботьтесь о себе. И в первую очередь стимулируйте и мотивируйте себя сами. Никто за вас ничего не сделает. Повторяюсь, если вы хотите, чтобы у вас не было проблем с позвоночником, вам нужно всего лишь раз-два раза в сутки выполнять упражнения, которые я показываю в своих видеороликах. Займёт это у вас максимум минут пять. И всё это очень просто, не требует никакого специального оборудования. Не слушайте докторов, не слушайте тех, кто говорит, что вы уже можете поставить крест на тренажёрном зале или на чём-либо ещё. Нет, доктора, к сожалению, не практики. Обычные теоретики, ничего не понимающие в проблемах с позвоночником, запрещающие то, что реально может вам помочь. Я в этом убедился сам и уже очень много людей подтвердили мой личный опыт. Вы все можете прекрасно это видеть в комментариях. Я их не скрываю. И если бы я просто говорил, что это помогает, и больше никто не получал полезного опыта и не возвращался к тренингу, к приседаниям, к становым тягам, просто не возвращался в тренажёрный зал, то это было бы одно. Но вы видите, что уже очень много людей получили полезный опыт. Вернулись к тренингу, стали жить лучше, качественнее. И вы тоже получите пользу от всего этого. следи за техникой и будешь всегда здоров и силён. Это основа, залог, база долгих грамотных тренировок. Это канал Heavy Metal Gym специально для вас. Если вам что-то непонятно или у вас возникают какие-либо вопросы, пишите их в комментариях. Я на все отвечаю. А с вами, ребята, мы увидимся в тренажёрном зале. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok